Музыка Знаете, мы с вами вообще находимся в такой ситуации, когда нам тоже приходится часто принимать решения. Когда-то Мария, когда услышала ангельский голос, когда он возвещал ей о том, что должен через нее родиться Иисус, она должна была тоже принять решение, она должна была решить, то ли ей соглашаться с этим, смиренно и кротко идти, хотя это что-то было совершенно новое, незнакомое, неизвестное, страшное для нее, но она последовала, она приняла свое решение. Мы с вами постоянно находимся в ситуации, когда тоже приходится принимать какие-то решения. Конечно, есть очень много решений, которые от нас совершенно не зависят, которые Бог не спрашивает нас, как Ему поступить, когда Он что-то хочет с нами сделать, ну, в частности, когда Он хочет наказать нас. Он совсем не спрашивает, хочу я испытывать наказание Божье или нет, потому что знает, что я скажу, нет, не хочу, Господи. Это понятно. Он не спрашивает меня, когда вызывает к жизни. Это не от меня зависит. Но решения, которые связаны со славой Божьей, решения, которые связаны с благой волей Божьей, очень часто Господь делает так, чтобы эти решения принимались с участием человека, чтобы человек тоже был соучастником в этих решениях. Он дал человеку такое право и такую ответственность, и мы, принимая решение, не можем уйти от этой ответственности. Тогда, когда речь идет об очень многих поступках в нашей жизни, нам надо проявить эту ответственность за принятые решения. И даже если мы пытаемся уклониться от этих решений, даже если мы хотим на кого-то переложить эти решения, они все равно остаются за нами. Ответственность все равно остается на мне. Но как же принимать нам решения, которые были бы благословенные и которые имели бы и хорошие последствия? Это очень сложная область. Очень сложно нам правильно и мужественно принимать ответственные решения. В сегодняшнее время такое, что люди, особенно мужчины, я заметил, не любят принимать решения. Они хотят переложить эти решения или на плечи жены, или на плечи общества, вообще уклониться от решений. Ну а от решений, вообще-то, уклониться невозможно. Но для того, чтобы принимать эти решения, нам надо иметь ясную, во-первых, систему ценностей. Мы иногда исходим из общепринятых понятий. Сегодня очень часто я вижу, как молодые люди, например, начинают совместную жизнь, не связывая себя брачными узами. Им кажется, что это правильно. Вот есть любовь, это самое главное. А не будет любви, мы разойдемся. У них другая система ценностей. Им кажется, что это любовь, хотя на самом деле это никакая не любовь. Это просто порывы, это просто влечение. Но им кажется, что это является главной ценностью. И мир насаждает это представление, что как будто бы вот такая любовь есть главная ценность. Библейская ценность говорит иначе. Библейские ценности о семье говорят, что необходимо строить семью с долгосрочной перспективой. Люди обрекают себя на мучения и на страдания от того, что неправильная система ценностей у них заложена. Очень сложно нам найти правильные ориентиры для того, чтобы выбирать что-то, когда нам приходится выбирать. А выбирать приходится постоянно. И каждодневно нам приходится выбирать. Поэтому тогда, когда мы имеем правильный базис, когда мы ориентируемся на ценности священного писания, что есть хорошо и что плохо не в нашем понимании, а с точки зрения Бога, вот тогда мы можем быть, во-первых, гарантированы, что хотя бы решение будет принято правильно. Только тогда, когда мы знаем, что, во-первых, надо наладить правильные отношения с Богом для того, чтобы правильно жить, тогда мы будем иметь счастье и благословение. Ведь Бог создал нас. Он лучше знает, что для меня хорошо и что плохо. Нам хочется счастья, нам хочется удовольствия, нам хочется, чтобы хорошо было. Бог тоже этого хочет для нас. Но Он говорит, как это сделать. И если мы соглашаемся с Его мнением, если мы соглашаемся с Его ценностями, вот тогда мы правильно будем поступать. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...